Всем привет, с вами Катя. Сегодня мы находимся опять в центре Фашани. Кстати, помните, я рассказывала вам в предыдущих роликах о том, что как вообще правильно найти работу, чтобы не нарваться на никаких там мошенников? Так вот, я на них нарвалась. Поэтому сейчас мы опять вернулись в центр Фашани. Как вы помните из предыдущих роликов, там я нашла хорошую работу, с хорошей квартирой, с хорошей зарплатой. Была очень рада этому. Но в итоге оказалось то, что да, они были мошенниками. Для меня, для человека, у которого была рабочая виза до этого, то есть никакой другой визы у меня не было. Соответственно, мне нужно было найти нового работодателя, который предоставит рабочую визу. Это, в принципе, самое главное такое было. Но как раз-таки это они не собирались делать совсем. Как это выяснилось, сначала я начала работать, то есть они говорят, ну, давай попозже, мы попозже все сделаем. Сейчас подожди, сейчас надо сначала начать, сейчас у нас тут группа, сейчас у нас тут новые родители, новые дети. Нам надо сейчас все это сделать. А вот потом все, мы пойдем и все сделаем. У них там связи с правительством, все шикарно должно быть. И в чем еще была загвоздка, они каким-то образом оформили рабочее разрешение. Знаете, такая вот карточка рабочего разрешения. И как потом выяснилось, они каким-то образом оформили ее на мою прошлую визу. Потому что моя прошлая виза, она еще была действительно, она еще действовала, и вот я, честно говоря, не знаю, как это вообще было возможно. Возможно, это даже теоретически возможно, потому что при переоформлении визы, там вот, ну, это все делается очень легко, это все как бы легче переоформляется, чем, допустим, новую делать визу. Ну, либо это они сделали, может быть, даже нелегально, не знаю. Ну, в общем, в итоге, когда они начали делать рабочее разрешение, я тоже думаю, ну, значит, все идет хорошо. И тут я уже отработала, получается, уже прошел месяц точно. Ну, в итоге, в общей сложности я там проработала больше месяца даже. То есть, и получилось так, что уже заканчивался срок действия моей текущей визы, и как раз-таки мы должны были ехать и подавать документы якобы на визу. Ну, я знаю, что так делается, и все это нормально, если ты успел подать до истечения визы, то все хорошо, и следующая виза будет все, как бы, все вовремя сделано. Но и тут-то они мне пишут, что мы никуда не поедем, потому что правительство нам дает еще срок 2 месяца из-за коронавируса, и мы можем ничего не делать, вообще не париться эти 2 месяца, и как бы, а все потому, что у этой школы, у этого садика нет лицензии на, вообще на наем иностранных работников. Вот так, в общем, не знаю, это все сложно звучит, и это сложно вообще теперь кому-то вообще объяснить, как это вообще произошло, но это так, тем не менее, хотите верьте, хотите нет. Вот, и получается так, что они не собирались, как я понимаю, они не собирались никуда ехать, как потом они мне даже показали эту лицензию, она у них когда-то была, и она закончилась в 2015 году. То есть никто ее там, я не знаю, возможно, они когда-то ее продлят и будут начинать что-то делать, но я так понимаю, что меня они рассмотрели как временного работника, который будет работать вот по вот этим вот продлениям до нового года китайского, и все. Еще они были уверены, ну вот эта схема, да, что я никуда не смогу деться, что мне придется, так как я уже приехала, уже живу в этой квартире, уже работаю, и что у меня еще был контракт же с ним заключен уже, и что я по этому контракту вообще за 2 месяца ее должна предупреждать. И они думали, что я никуда не уйду, или я хотя бы отработаю еще месяц или два, но они были неправы. Я была в полном шоке, и вот этот весь процесс визы, то есть он мне не давал покоя, я решила ехать в миграционную службу сразу, и все там узнать, так сказать, с первых уст. И, кстати, я им сказала, как раз был рабочий день, я им сказала, что в этот рабочий день я не выйду, и я еду в миграционную службу. Я еще тогда не говорила, что я там куда-то увольняюсь или что-то. Все, я туда поехала, и там я показала свой паспорт, кстати, у меня еще виза мужа тоже, можно сказать, прикреплена к моей визе, поэтому вот эти все паспорта, наши даты въезда, и вообще всю эту ситуацию я рассказала. И было видно, что, кстати, они тоже не могли понять, как это так, то есть так быть не должно. Было видно по их лицу, что что-то не то. И они мне сказали, что, в принципе, я могу ждать, ну, ждать, что, возможно, они мне выдадут визу, и что, в принципе, да, у меня действительно есть этот срок 60 дней на продление вот этой визы. И плюс я, кстати, еще для, кстати, для тех, кто не знает, еще можно получить стейпермит. Ну, сейчас, кстати, многие уже получают эти стейпермиты, то есть, в принципе, выход есть, то, что, ну, прям без визы я не останусь в любом случае, то есть, выход есть. Но вот и тут они сказали, что ты можешь принять решение либо остаться здесь и ждать визы, что когда-нибудь они ее сделают, либо просто разорвать с ними все отношения, что это тоже так же я имею на это право. И тут же, кстати, я пошла сразу же, сходила в службу, где выдают ворк-пермит, ну, рабочее разрешение. Кстати, название нашла на самой карточке, там написано прямо название, и получается, я попала именно в офис, где непосредственно их делают. То есть, не там, где консультации даже проводят и документы дают, ну, то есть, а вот непосредственно в главное дело, так сказать. Вот, тоже с ним переговорила. Они открывали все мои, ну, вот эти вот, у них там все в компьютере открывается, по номеру ворк-пермита, там все видно. То есть, они тоже были в шоке, что там, получается, были все документы, естественно, моего предыдущего работодателя, там все в порядке. И вот, как раз-таки, тут я и поняла, что и по ее выражению было понятно, что они открыли, вот именно на те документы они каким-то образом открыли, а от их садика там не было ничего. Просто она была тоже в шоке. Она сначала позвонила им, начала выяснять, что именно вообще, ну, как вообще, что и как, ну, вообще, как, что они собираются и что не собираются. Они утверждали, что да, они там, у них там какие-то проблемы, они должны это все решить. Ну, в общем, и тут она сказала тоже, что ты можешь тоже, как хочешь, если хочешь, жди, либо ты можешь все это прервать, и отрабатывать ты не обязана в этом случае, потому что здесь есть именно косяк с той стороны. И потом она позвонила, опять же, имя, сказала, ну, когда я уже приняла решение, что я оставаться там не буду, она позвонила им и просто в таком уже, ну, прям наорала на них, что отрабатывать я, ну, не обязана и не должна, то есть все, что они обязаны подписать все документы. И буквально тут же они прислали мне сообщение, а, я написала о том, что я работать не буду, и вот после этого звонка, в общем, они прислали мне сообщение, что они уважают мое решение, и они готовы подписать все документы. На следующий день я пришла к ним в офис, ну, по приглашению, и, в общем, и, получается, этот, это был у нас менеджер по иностранцам, вот специальный человек этот был, вот с ним всегда я, в принципе, и общалась. В общем, он был дико напуган, там вот эта принципа тоже была дико напугана, они, ну, принципа на меня так косо смотрела, знаете, так из-под лоби, в общем, она, не знаю, злая была, наверное, а этот сам менеджер, то есть он пригласил меня в свой офис, и он там как-то, ну, очень нервно бегал по этому офису, в общем, подсунул мне какую-то бумажку, то есть он написал какую-то, знаете, расписку, он написал расписку о том, что мне еще какие-то деньги отдаст, и я ему говорю, что так не пойдет, это вообще бумажка, нам нужно подписать какую-то бумагу о завершении нашего, ну, рабочего разрешения и вообще нашего контракта, что это должна быть, ну, такая официальная, бумага, ну, я сама знаю, как она выглядит, потому что она, в принципе, стандартная, он говорит, да, я не знаю, я просто никогда этого не делал, ну, в общем, они никогда, получается, не открывали никому никакие рабочие визы и никогда ничего не закрывали, ну, соответственно, то есть они вообще не в курсе, что вообще нужно делать, в общем, с горя пополам он распечатал эту бумажку из официального, я ему говорю, зайди на официальный сайт, и оттуда это все распечатай, вот он распечатал эту бумагу, в общем, я это все подписала, они потом бегали, там, судорожно искали эту печать, там, все поставили, и он мне рассказал, почему он такой, ну, напуганный или как, ну, в общем, он сказал, что в тот же день он, оказывается, был там же в миграционной службе и был вот там, где вот exit entry, вот этот отдел, где оформляют рабочее разрешение, и они ему, что первый человек, что второй человек, ему сказал, что они меня знают и что-то типа такого, что вообще мы с ними друзья, как-то так они выразились, ну, и тогда он офигел, он мне, а ты что, их знаешь? Я так понимаю, что он был из-за этого очень сильно напуган и был готов подписать документы, потому что иначе такие работодатели, они, ну, как, они не просчитаны, ну, как, они в обиде, не знаю, в злости, и потому что у них все эти родители и дети, как бы, остались без учителя, и, соответственно, они всегда очень злые, и, как бы, они могут идти, ну, не подписывать ни документы, что-то делать такое, да, а тут уже им ничего не остается, как только все отдать. Так, ну и все, сейчас мы живем уже в центре Пашане, мы переехали назад, как помните, вот я вам показывала в предыдущих роликах, еще до того, как мы уехали в Саншу, мы были в центре Пашане, вот сейчас мы вернулись назад, можно сказать, в тот же район, этот, кстати, район называется Чанчен, и, в принципе, это недалеко от того дома, где мы тогда снимали вот эту квартиру на месяц, сейчас у нас опять, мы сняли квартиру опять на месяц, но уже другую, кстати, она, конечно, оказалась, мягко говоря, не очень, в общем, она выглядела на фотках так красиво, что она такая вся новенькая, в принципе, она выглядела, ну, я видела, что она маленькая, но я думала, что, ну, ничего, вот такая, но оказалось, она очень маленькая, ну, реально, мне неудобно прям, из-за того, что там стоит такая кровать, ну, полноценная, и вот как-то места очень мало, еще мы туда стол свой поставили, в общем-то, там место, вроде все есть, там есть и кухня, где можно готовить, и все есть, но там один недостаток такой появился, там, в общем, воняет, в этой квартире, она просто воняет, ну, мы, короче, не могли понять, что это за запах, он откуда-то, ну, в туалете, вот, но он явно не от нашего туалета, ну, как-то так, ну, в общем, приходил, кстати, у нас там специальный человек, который проверял, что там откуда идет, в общем, нюхал-нюхал, сказал, что нормально, ну, это не нормально, там просто дико воняет, и воняет, знаете, таким, ну, прям мочой, я сначала подумала, что там какие-то рабочие в другой квартире, может быть, что-то там, не знаю, может, у них там нет туалета, и они ходят прям на пол, и это оттуда этот запах, в общем, непонятно, откуда идет этот запах, ну, в общем, этот дом, он, в принципе, новый, там везде идет ремонт, во всех квартирах сейчас они, то есть там никто еще практически не живет, Наверное, одна только наша квартира жила, может, там еще парочка квартир жилые. Они все-таки очень все маленькие, миниатюрные. И там вокруг еще стройка. Про стройку мы, кстати, знали. Мы читали по отзывам, что там стройка. Мы думали, ну да, стройка немножко напрягает. Мы думаем, ну, в принципе, ничего страшного. Но, конечно же, как результат, там очень много строительной пыли. Она с балкона летит, и вот этого не еще надо проветривать. А как бы балкон открываешь, и там сразу тебя пыль обдает. Поэтому, ну, немножко, конечно, эта боня вообще раздражает. Но ничего, мы, я думаю, мы справимся. Мы ее сняли на месяц, так что не проблема. Мы потом переедем в какую-нибудь другую квартирку. Стоила она, кстати, 2300 юаней, без всяких депозитов. И туда уже включено было, в общем, все услуги, вода, свет, электричество, все включено. Поэтому, в принципе, для центра в Аршане это дешево. Кстати, этот антараж остался с Хэллоуина. Здесь такое было классное. Кто смотрел мои сторис с Инстаграма. Классные тут такие были штуки. Видите, это стоит с чем слышать? Прям здорово. И здесь вот еще есть вот эти вот, конечно, какие конечности можно походу брать. Классная штука. На сегодняшний день уже все документы мои готовы по этому работодателю. В общем, как это все было, сейчас расскажу. В общем, приходилось каждый раз, ну, так как я эти документы, вот как только мы подписали, да, и потом они резко исчезли, в общем, перестали мне отвечать на мои сообщения. Приходилось каждый раз обращаться в эту трудовую инспекцию, или как, ну, где вот, work permit делают. Каждый раз им звонили, и после их звонка сразу начинали мне сразу отвечать. И после этого, ну, то есть там нужно было, чтобы они загрузили сначала это все в программу, чтобы вот это одобрили. То есть через вот эту вот службу вот эта девушка проверяла, что оно там одобрено или нет. Вот это вот все я, в общем, следила за этим. И в итоге, короче, уже когда нужно было нести оригиналы, то есть, получается, организация должна была отнести оригиналы. И, естественно, она это делать не захотела. В общем, я сказала, что давайте уже я заберу все эти документы, я сама уже их отнесу, и получу все, что мне надо уже сама, чтобы вы там не парились. И, в общем, вот так вот я и сделала. Приехала опять в этот Сан-Шу и забрала все документы. Этот работодатель прятался, боялся выходить. В общем, оставил все на охране. Я все забрала и получила все свои завершающие документы. И теперь можно заново искать нового работодателя и идти на новую работу. Мы сейчас, кстати, находимся в таком интересном каком-то туристическом месте. Я думаю, здесь прям видно, что такой антураж создан для туристов. В общем, интересно. Так что предлагаю в следующий раз отправиться куда-нибудь погулять. Здесь вот мы много уже интересных таких мест нашли. Так что, я думаю, нужно будет изучить. Так что до встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok